Мыло, антисептик, перчатки и защитный крем. Каждый медработник пользуется этими средствами гигиены ежедневно. Перед осмотром пациента или при выполнении операции руки должны быть стерильно чистыми. Такая, казалось бы, процедура для галочки является мощным щитом против множества инфекционных заболеваний, среди которых дизентерия, сальмонеллез, кожные, глазные и другие инфекции. О том, что чистота рук – залог безопасной медицинской помощи в Брестской областной больнице скорой помощи, знают не понаслышке. Она проводится регулярно и постоянно нашими медицинскими работниками, как врачебным, средним и младшим медицинским персоналом. Это необходимо для предупреждения возникновения внутрибольничной инфекции. Однако, так скрупулезно к гигиене рук относятся они во всех медучреждениях. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно сотни миллионов пациентов страдают от заражения различными инфекциями из-за несоблюдения медперсоналом правил гигиены. Об этом шла речь на пресс-конференции, которая прошла накануне в Брестском областном центре гигиены и эпидемиологии. Статистика доказывает, что проблема немытых рук в учреждениях здравоохранения области, к сожалению, есть и на Брещене. В 2014 году было зарегистрировано 7 случаев внутрибольничных инфекций в Организациях здравоохранения Брестской области. В 2015 году было зарегистрировано 16 случаев внутрибольничных инфекций в Организациях здравоохранения Брестской области. Из них 10 случаев – это были гнойно-септические инфекции, и из них 6 случаев в детских стационарах. В группе риска – дети и люди, которые проходят химиотерапию, то есть пациенты с ослабленным иммунитетом. Именно они чаще всего становятся жертвами внутрибольничных инфекций, которые осложняют выздоровление. Докторам, которые проявили халатность в вопросе гигиены, грозит административная ответственность в виде наложения штрафа. Одна из заповедей клятвы Гиппократа – не навреди, а потому всем, кого называют люди в белых халатах, стоит задуматься, каким последствиям может привести несоблюдение правил элементарной гигиены рук.